Так, смотрим реплей. Это третий этап. О ралли. О ритании. О где только рейсер. Только рейс-драйвер 3. Как ни странно это звучит, но это игра вроде как про асфальтовые гонки. Хотя, по моим ощущениям, после трёх этапов, игра весьма неплохой симулятор и ралли. Во всяком случае, раллийной машиной вот этой модели. Renault Alpine 110 с двигателем 1600 губов, на которой я только что проехал последний этап. В Британии. Ну, из самых забавных моментов здесь, пожалуй, это то, что как ни странно, игра показалась большим симулятором ралли, чем, допустим, Colin McCurley, в котором нету гравитационного индикатора. Ну, такого вещи, которая именно в ралли важна. То есть, так как человек реально сам себя не чувствует за рулём машины, то, соответственно, он и должен каким-то образом понимать. Она ускоряется, тормозит. Кстати, на ракурсах, где видна параллельность колёс, видно, что задние колёса шире, и при этом колёсная, собственно, сама база одинаковая. Это вот у меня был неудачный момент. И, соответственно, колёса задние выступают. Ну, это сделано ещё и по той причине, что заднеприродная машина тогда обладает большей устойчивостью. Ну, я традиционно уже еду без противотуманных. Здесь мне пришлось перетормазать. Кстати, это очень странно отображается. Гравитация явно действует, но вот сама машина при этом едет, качаясь. Может быть, это специфика работы реплея. Бланки этого, видно, не было. Машина не качала. Ну, визуальная игра, на самом деле, даже неплохая. На современных системах она выдает 250 FPS, если играть без вертикальной синхронизации. И если же играть с вертикальной синхронизацией, то без проблем на запредельных настройках она пройдёт. Ну, то есть, такой приблизительный график. В принципе, довольно-таки симпатичный. То есть, какой-нибудь лютый же баболей, как, например, графика в Холин Макрой Ралли 4 или в Холин Макрой Ралли 3, она не вызывает, потому что именно вот в этих играх, например, графика уже очень страшная. Ну, или сам в первом Холине, который вообще 2000 года. Это ещё и связано с тем, что сами эти игры не позволяют поставить современные разрешения, включить сглаживание и прочие дела. То есть, вот, например, здесь включена в настройки графики а не заторгой фильтрации, соответственно, скажем так, кошмарность и текстур не так уж и видно, если вы играете с настройками 640 на 480, всё на среднее, как обычно это бывает.